вы видите друзья зловещую тучу по ходу нашего эмигрантовоза это туча сан-франциско да это вот всегда так вот когда лето то с той стороны там океан холодный и вот сан-франциско он вообще живет в такой страшной тучи но когда туда заезжаешь и привыкаешь к тому что ты в туче ты говоришь вот и дома вот это вот и хорошо мы как люди которые первые пару лет жили именно в сан-франциско всегда радостно вклинивались вклинивались в эту тучу возвращаясь из жаркого такого там сани вейла какой-нибудь у нас друзья жили где люди ходили шлепанцев на боссу ногу и так шортиках и говорили вот наконец-то мы дома сан-франциско да точно было просто очень темно и пасмурно нормально нормально в туче живется изумительно а значит а мы движемся в аэропорт сан-франциско который буквально там через через пару миль у нас будет по правую руку и тут видите уже отели пошли это как раз отели которые при аэропорте там конференции проходят и так далее и тут много и больших вот и маленьких и к нам приезжает учиться девушка александра которая скоро окажется у вас на экранах ну то есть у вас-то она гораздо скорее окажется на экранах чем у нас перед объективом но тем не менее вот ее самолет сейчас уже минут через несколько должен прибыть так что друзья я вот вам показываю страшную тучу хотя мы как-то к ней приближаемся и как бы мы в нее сами не въехали а свет ну ведьма его возможно и как-то темно уже действительно получается ночь а на самом деле еще и восьми вечера нету хотя в общем тоже все равно все равно темнеет конечно сумерки но вот эта туча она как-то надвигалась надвигалась а вот там самолет в туче летит цвет ты видишь не мой вздущий лампочками своим мигает мигает участном мостом там будет мы с под моста выйдем мы его хорошо увидим этот самолет пропал в туче ну не знаю а вот уже и знаки видите вот нам знаки говорят аэропорт международный заезжаем тут дорожка разделиться на 2 одна скажет международная а другая скажет до миссии ну мы практически в точе мы сейчас немножко посмотрим аэропорт наверно уже в туче одна будет на международные а другая на domestic что называется внутренние рейсы так доместик у нас слева поэтому туда отходим мы запаркуемся мы запаркуемся и оттуда уже пешочком так двинемся к тому месту где встречают пассажиров я просто вот хочу чтобы мы въехали туда и чтобы все видели какие страшные черные тучи сгустились над главным аэропортом кремниевой долины так депарчур нет и равен сюда тоже ведь тут раздваивается там раздваивается смотрите мы сейчас едем вот меняется наше направление движения мы под 90 градусов сейчас как примерно так раз и вот он там аэропорт я бы не сказал что он в туче но хотя за ним уже там ничего совершенно нету да он освещен и мы всегда паркуемся на крыше этого аэропорта там как-то так открыто симпатично и можешь сказать высокий потолок то есть небо это тамошний потолок и да 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 такие пенопластовые штучки висели такое впечатление сейчас когда с побалде но это было не а ну ауле паркинг значит мы открываем окошко собираем магнитную карточку сейчас тут выйдет об она выйдет магнитная карточка с помощью которой мы будем потом рассчитываться при выезде и мы отправляемся на крышу ту самую крышу которая крышует весь этот аэропорт когда мы едем по крыше то мы смотрим где у нас компания american airlines вот видите справа тут такие три ну ка есть там american airlines frontier нет едем дальше где-то она там будет и тогда мы уже двинемся к терминалу этой компании ну ка америка это она american de вот видите буква d вот туда в этот колодец нырнуть и будет то что нам надо ну а нам нужно пока просто встать просто встать что вы себе думаете друзья самолетик задерживается на 20 с лишним минут так что мы тут со степланы подождем а так приехали очень даже очень даже удачно вот она ночная вечерняя жизнь аэропорта на том уровне где приезжают люди ведь они с багажом двигаются в такси шаттлом подбирают родственники друзья до прибыл наш рейс и я вот так прохожусь вдоль вот этих вот мест не знаю как правильно назвать где багаж выдают и это новая часть аэропорта и и совсем недавно построили вы смотрите как красиво не только карпет новый а вообще так стильно даже немножко посмотрите какие для отдыха точки но что твой фейсбук прямо там красиво так написано сан-франциско и там он картиночки тоже такие плакаты я могу приблизиться не подходя а вот видите друзья светлану и сашу александру так александра рассказываете откуда вы к нам приехали из иркутска славного города иркутска жила и проживала в иркутске долго итак друзья у нас александра приехала из иркутска а мы ее до туда вот а мы ее отправляем сейчас состоится процедура света иди сюда ближе состоится процедура нажатия кнопки уже нету зума я видела много раз бросайте шмотки бросайте шмотки вот это волшебная процедура которая состоит из двух частей значит на часть 1 александра вытянуть палец александра это уже вы такой майк майк майкроменеджмент александра нажимает на эту кнопочку на крышке мигрантовоза а одновременно с этим все наши зрители нажимают кнопку лайк у себя видео это надо подготовиться я просто хочу чтобы так остановились нашли там все и вот нажимая кнопку на крышке мигрантовоза александра александра подождите я объясняю это не александра дает посыл в новую жизнь себе и закрывает крышку в прошлую жизнь а мы тем самым нажимая кнопочку лайк мы как бы помогаем ей в новой жизни освоиться понятно так а я буду ликовать значит все александра приступаем давайте так пальцем ура отправляемся в новую жизнь а